Непотушенная сигарета ценой в две жизни. Крупный пожар тушили в поселке Марково под Иркутском. Там горел восьмиквартирный кирпичный дом. 22 жильца самостоятельно эвакуировались по лестнице. Одна женщина выпрыгнула из окна и получила черепно-мозговую травму. Позже пожарные обнаружили двух погибших – мужчину и женщину. Еще 18 мая с этими жильцами этой квартиры проводили профилактическую беседу работники местной администрации. Спасателям понадобилось более двух часов для устранения возгорания. «Мама, помоги! У меня в животе завелись черви!» Такое сообщение пациент Иркутской городской больницы отправил своей матери перед смертью. Мужчину доставили на лечение со сложнениями после ножевого ранения. Родственники погибшего уверены – врачи некачественно оказывали помощь. Особо впечатлительных зрителей детей просим отойти от экранов. «Мама, забери меня!» Он три раза меня потом «мама, столько знакомых! Переведи меня куда-нибудь! Мама меня здесь зарежет! Мама, я отсюда не выйду!» Вот как будто человек чувствовал. Предчувствие приближающейся смертью Валерия Положкова, доставленного в городскую больницу на лечение, не давало покоя родным. Мужчина жаловался на сильные боли и слабость. По словам матери погибшего, сын постоянно просил перевезти его в другую больницу. Он снимал видео и отправлял домой. Я на балансах хочу запретить. Лежу, лежу, лежу. Ничего не делаю. Вскоре от мужчины стали поступать и вовсе тревожные сообщения. «А он мне пишет, мамочка, скорее бы сделали эту операцию. Пишу, как дела. Да мама так и все и бежит. Скорее бы сделали. Сил нет. Мама, умертви меня. То есть это все есть». «Отправляет, что у меня в Баку черви. Спрашиваем, чего. Ну там он уже матерится, что 21 век в больнице, я в шоке. У меня черви. Все. И если бы, наверное, медперсонал видел, что он это написал, да и как нам отправил. Вот эта губка, от нее так воняло 10 дней. Когда начал пахнуть, я же врачам говорила, говорю, делайте операцию. Нет, рано ждать надо». В медицинских документах сказано, у пациента сложная форма спая кишечника, требовалось хирургическое вмешательство. Но операций уже было несколько, поэтому врачи пытались оказать консервативную помощь. И все же операции избежать не удалось. Образовались некрозы поджелудочной железы и острый панкреатит. Эту запись Валерий Положков сделал на свой мобильный. Слышно, как кто-то из пациентов зовет медперсонал. Долго кричит о помощи. Это последняя запись, на которой Валерий живой. Шестая за два месяца операция стала последней. Мужчина, не приходя в сознание, скончался. После смерти пациента его мать стала проводить разбирательство в причинах гибели. Она считает, что лечение было халатным. А позже появилась информация, что у мужчины в ране были черви. Санитарка, которая работала на тот момент в больнице, этот факт подтвердила. Я, говорит, наверное, не выйду. Я говорю, да поправишься. Все думали поправиться, Валера. Парень-то молодой. Начал кричать. Червяки, червяки. А я-то туда не-то... Ну как? Я же не доктор. Маме написала смс, мама, с меня сыпятся червяки. Ну, медсестра подбежала к нему там, побежала за доктором. Прибежал доктор какой-то, дежурный. У него губка была в боку, понимаете? Ну, дренаж это или что, не знаю. И когда эту губку доктор вытащил и в ведро бросил мусор на это, надо было сразу мусор убирать мне. Я только... Я на нем-то не видела. Потому что, ну, я же не перевязывала ничего. Я подошла к этому ведру и в губке вот в этой маленькие червячки беленькие шевелятся. По факту обращения родственников погибшего в прокуратуру была проведена министерская проверка. Нарушений не выявили. По заболеванию, с которым поступил пациент, они соблюдены в полной мере. И порядки оказания медицинской помощи здесь также были осуществлены в достаточно полной мере. Единственный огрех за нашей организацией – это длительность пребывания пациента в приемном отделении, которое оказалось больше двух часов, положенных по нормативу. Тем временем доследственная проверка еще продолжается. Назначен ряд экспертиз. Правда, с момента происшествия прошел почти год. У женщины было написано заявление о том, что она отказывается от проведения вскрытия трупа ее сына, за счет чем он был захоронен без вскрытия. Согласно медицинским документам следует, что смерть мужчины наступила от заболевания, послужившего ранее ему причиненными травмами. Мать погибшего говорит, что до конца будет бороться за справедливость. За пять лет она потеряла обоих сыновей. Алексей Килевра, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Грозы с градом и усиление ветра до 16 метров в секунду прогнозируют метеорологи в ближайшие сутки в Иркутской области. Кроме того, с 6 по 8 июня в районах при Ангаре ожидается высокая пожароопасность. Выход в лес там запрещен. Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает соблюдать меры личной безопасности. В случае происшествия незамедлительно звонить по номеру 101. Временные неудобства ради будущего комфорта. В Иркутске началась горячая ремонтная пора в этом году раньше, чем обычно, чтобы успеть завершить все работы к осени. За лето подрядчики должны обновить более 200 дворов. Везде работают в тесном самодействии с жителями домов. Именно собственники решают, какой будет их придомовая территория. Например, жильцы дома номер 300 на улице Байкальской почти единогласно выступили за новую дорогу, парковку и обрезку сухих деревьев. В их дворе сейчас укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры и систему водоотведения. Также там заменят опоры освещения, поставят лавочки и урны. А вход в каждый подъезд оборудуют пандусами. Завершить работы планируют до конца июня. Всего в Октябрьском округе за лето отремонтируют более 40 дворов. Они все делаются комплексно, что называется под ключ. То есть полностью меняется асфальтовое покрытие, обустраиваются тротуары, делаются линии наружного освещения, обустраиваются детские либо спортивные площадки, в зависимости от того, что выбрали жители. Площадки для угла собак, лавочки, урны. Ремонтируют и межквартальный проезд на улице Сибирской. По этой дороге ходят ученики 27-й школы, а тротуара там нет. Теперь вместе с пешеходной зоной там появится новый асфальт, ограждения, бордюры. Так дорога станет безопаснее. К тому же вместо снесенных торговых павильонов во дворе у дома номер 23 разобьют небольшой сквер. Ремонт проводят в рамках федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Началось лето. Это значит, что пришло время сменить тяжелую пищу чем-то более легким. О том, какие овощи пользуются спросом в первые летние дни, смотрите в нашей традиционной рубрике «Продобзор». Овощи – это источник витаминов и энергии, который доступен на протяжении всего года. А в жаркую летнюю пору овощные салаты пользуются особой популярностью. И неспроста. Цены на рынке снизились. Любимцами покупателей остаются помидоры и огурцы. Например, устилимские огурцы стоят 160 рублей за килограмм. Огурцы от агрофирмы «Ангара» – 110 рублей. Посетители рынков предпочитают продукцию местного производства. Местные, здесь покупаем всегда. А почему именно здесь? Ну, потому что так издавна у нас сложилось. Всегда так покупали. У нас на рынке есть уже свой продавец, которого мы постоянно берем уже больше 10 лет. Берем у него, поэтому нам очень нравится. Почему вы его сам берете? Потому что проверенные уже. Я по супермаркетам как-то не сильно. На втором месте по популярности – морковь и свекла, также выращенные в нашем регионе. Эти обязательные суповые ингредиенты стоят в среднем 50 рублей за килограмм. А нежный вкус кабачков оценивается по-разному. Цены варьируются от 64 до 100 рублей. Кабачки, да. Сейчас ангарские, мясные ангарские, сейчас кабачки, баклажан, кабачок. Сейчас рынки овощами снабжают крупное тепличное хозяйство Иркутской области. Урожай на грядках еще не созрел. К концу лета растения, выращенные в открытом грунте, также появятся на прилавках и изменят ценовую картину. Евгений Павлов, Анна Желтышева, Павел Рютин. Новости сейчас. А я напоминаю, каждую пятницу мы сравниваем цены на основные продукты питания в крупных торговых сетях Иркутской. Не пропустите нашу традиционную рубрику «Продообзор в пятницу». Корица хочу, посмотри с высоты, это жилой комплекс мечты. Новый жилой комплекс «Корица» от группы компании СТК. Телефон в Иркутске 92 60 50. Хотите дом, который отличается от всех остальных? Выбирайте яркую кровлю. Металлочерепица Монтероса в брендовых покрытиях компании «Металлпрофиль». Для тех, кто любит что-то особенное. Телефон горячей линии офиса продаж 480 288. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это объединяющее действие и демонстрация того, что студенты – это весомая и значимая часть нашего общества. Для Иркутска важная, потому что много десятков лет говорят о том, что Иркутск студенческий город. Так что давайте подготовим, проведем эту акцию по возможности четко, организованной. Так, чтобы она действительно запомнилась и нам, и жителям. В Иркутске активно поддерживают инициативы молодежи. Совместно с администрацией организуют крупные молодежные мероприятия. Уже дважды состоялся городской форум молодежи. Сейчас работает над созданием Дома молодежи на базе бывшего кинотеатра «Чайка». Экзотические фрукты выращивают дети на станции юных натуралистов в Иркутске. Настоящий тропический сад они содержат в особых условиях, следят за появлением буквально каждого плода. Мадина Халикова и Павел Рютин узнали, чем занимаются юнаты и как им удается в сибирском климате ухаживать за растениями из южных стран. Посреди микрорайона 2-й Иркутска раскинулся настоящий сад с цветущими яблонями, рябиной и абрикосовыми деревьями. На станции юных натуралистов дети высаживают растения и овощи, учатся ухаживать за саженцами. Но здесь есть место своеобразные тропики. В теплице, где круглый год сохраняются особые температурные условия, растут экзотические деревья, кактусы и кусты. Появились плоды лимона, банана, папайи. Ученики юнатки провели научно-исследовательскую работу, чтобы выяснить, как в Сибири вырастить тропические фрукты. Я увидел папайю, попробовал и попытался выяснить, почему она такая вкусная и как ее растить. Но сначала пытался вырастить это у себя в огороде. В огороде у нас не получилось, потому что был неподходящий климат. Я посадил на юнатке, через 6 месяцев увидел первый плод. Каждое лето на станции юных натуралистов работает лагерь дневного пребывания. Дети из младших классов и те, кто уже в подростковом возрасте находятся в поиске работы через центр занятости, находят здесь увлечение по душе. Главная задача в каникулы отвлечь ребенка от привычной рутины и научить сохранять природу, ценить то, что сделал своими руками. На юнатке я уже 5 лет, мне очень нравится, мы работаем на грядках. Также мы посещаем лагерь дневного пребывания, где веселимся и изучаем семена и растения. Юнатка нам дает много знаний и в то же время мы проводим время весело, изучаем их очень понятно и с увлекательными педагогами и заданиями. Станция юных натуралистов существует более 60 лет. За это время здесь произошло много перемен. Людмила Кузьменкова работает на юнатке больше 30 лет, а возглавляет ее уже третий год. Она рассказывает, что несмотря на основную естественно-научную деятельность учреждения, сотрудники стараются привнести в направленность станции новизну и разнообразие. Таким образом у детей появляется больше мотивации и заинтересованности. Вообще наша станция работала по естественно-научной направленности практически основные годы. Но мы поняли, что надо развиваться, надо увеличивать количество кружков тех, которые заинтересуют буквально каждого ребенка. Поэтому у нас занимаются не только естественной работой, не только работой на участках, но и кружками. У нас работают кружки и шахматы, айкидо, и застудия, компьютерная графика. Сейчас на юнатке занимаются почти 2000 детей. Набор юных натуралистов на следующий учебный год уже начался. Мадина Халикова, Павел Рютин. Новости сейчас. Что общего между русским хабом и русским кирпичом? Все просто этой дисциплины в армлифтинге. Накануне в Выборге прошел чемпионат мира по этому виду спорта. Два иркутяне на сотрудника Росгвардии стали лучшими среди сотни спортсменов. Подробности у Алексея Шопенкова. Весовой категории Евгения Широкова этот вес потянул на мировой рекорд. А вообще на первенстве планеты по армлифтингу прапорщик полиции стал лучшим в пяти дисциплинах. Например, русском хабе или русском кирпиче. В последнем Евгений также обновил мировые цифровые показатели. Было 76,5, стало 79 килограммов. Такие сильные руки помогают и во время реальной работы. Даже если задерживая преступника, схватить его, удержать, он никуда не денется уже. То есть хват? Конечно, сила хвата – это такая вещь, которую надо развивать. Она хороша в борьбе, хороша в рукопашном бою. Схватить и не отпускать все. То есть выполнить задачу любую цену. Чемпионат мира проходил в Выборге. Лучшими хотели стать более 100 человек. Для еще одного иркутского ОМОНовца и тоже Евгения соревнования были дебютом. В армлифтинг прапорщик Замаразки пришел год назад. Говорит, что тут важно все. И физическая готовность, и психологическая. На турнире интересно было посмотреть за работой иностранных спортсменов из Грузии, Англии, Индии, Италии. Разницы особо нет. Такие же люди. Просто наши спортсмены чувствуют, что посильнее будут. Приезжал, конечно, потому что могут не войти в свою категорию. Вставая, там даже 200 грамм будет и не допустят до соревнований. И спортсменов было достаточно много. Сейчас в планах у спортсменов немного отдохнуть и снова приступить к тренировкам. Не забывая, естественно, о своей основной задаче – охраны правопорядка. Алексей Шапенков, Александр Волков. Новости сейчас. «Байкал Энергия» продлила контракт с шестью игроками. В состав вошли вратари Максим Негрун, Григорий Лапин, полузащитники Павел Дубовик и Иван Нечаев. Нападающими будут Евгений Волгужев и Александр Баздарев. Все спортсмены играли за «Байкал Энергию» в прошедшем сезоне. Информация по остальным игрокам пока отсутствует. Из-за окончания контракта с клубом мы по собственному желанию в этом году выбыли семь человек. И это все новости к этому часу. Развитие событий в 20.30. Оставайтесь на Аисте.